Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Леонид Лушаков, Мариги, отвечает на наши с вами вопросы. Константин Казаков, это я, Константин Рост, это наш звукорежиссер. Добрый вечер, господин мэр. Добрый вечер. Расскажите о Домоуправлениях, о том, какие долги накопились и что с этими долгами нужно делать, жителям имеется в виду. Прошлый год Домоуправление потратило по объективным причинам на приведение к общему знаменателю делопроизводства, бухгалтерии, и всех хозяйственных вопросов после того, как объединили это в одном учреждении. Сейчас мы можем говорить о том, что общая сумма долгов составляет 31 миллион латов, то, что жители должны Домоуправлению должны за, получается, 2-4 миллиона латов должны за обслуживание, за ремонт, за аварийный ремонт. Естественно, самая большая часть из этого составляет за отопление. И еще 7 миллионов это штрафные санкции, которые начислялись все это время на долги. Итого получается 31 миллион. Касается это 64 тысяч семей. При этом 24 тысячи семей это семьи, которые не платили уже длительное время. Естественно, понятно, что абсолютнейшее большинство этих должников, это люди, ну, выбрали такую позицию не по доброй воле, они просто не имели в силу экономического кризиса и тяжелого социального положения просто возможность заплатить вовремя. Долги накопились. Причем, если мы говорим о 24 тысячах семей, которые должны долгое время, их сумма долга составляет в среднем от 1 до 2 тысяч латов, при этом 40-50% этого долга составляет штрафные санкции. То есть, если у тебя долг 2 тысячи латов, то примерно еще тысяча. 1200 это будет долг основной сам по себе, и еще 800 латов это штрафные санкции. Дом управления не заинтересовано зарабатывать на штрафных санкциях. Дом управления заинтересовано в том, чтобы люди платили плюс-минус вовремя, чтобы люди оплачивали долги. Рига не заинтересована в том, чтобы на режим, которые попали в тяжелое положение, навешивали еще дополнительно долговое время из штрафных санкций, мы заинтересованы в том, чтобы люди выкарабливались из долгов, и если у нас есть возможность им надо помочь, то мы эту помощь будем оказывать. Поэтому принято решение такое, что с 1 июля по 1 января, по 31 декабря точнее, этого года 6 месяцев, дается возможность, чтобы пройти через процедуру амнистии от долгов за штрафные санкции, подчеркиваю, за штрафные санкции, не общих долгов, а только за штрафные санкции. То есть, любой клиент Дома управления, вне зависимости от суммы долга, вне зависимости от срока долга, в течение 6 месяцев может прийти в Дома управления, заключить мировое соглашение, в рамках которого он обязуется в течение срока до 24 месяцев, то есть до 2 лет, выплатить равномерно основную сумму долга. Если он заключает такое соглашение, то ему списывают штрафные санкции. То есть, если у тебя долг 2000 латов, ты приходишь в Дома управления, заключаешь мировое соглашение, тебе 1200 латов раскидывают на 2-4 месяца, это получается, считайте сами, 50 латов в месяц, и, соответственно, 800 латов списывают. Такое предложение. То есть, прощают тот штраф, который наложен в течение возникновения долга? Потому что предприятию выгодно инкассировать основную сумму долга, а не штрафные санкции, потому что люди, которые сейчас попали в тяжелое положение, если находят возможность сначала оплачивать штрафные санкции, потом, возможно, когда-то добираются до самого суммы долга, и, как показывает финансовая дисциплина, не всегда это у них получается. Поэтому заинтересована Рижская Дома, потому что, повторяю еще раз, мы не хотим, меньше всего заинтересованы в том, чтобы Рижане становились не по своей воле должниками, и в этом заинтересованы те жильцы, которые платят вовремя и которые платят постоянно, потому что, как только люди, которые живут рядом с ними, начинают расплачиваться за долги, то, естественно, у предприятия получаются больше возможностей, качественнее предоставлять услуги по обслуживанию дома. Еще раз, это все понятно, что чем больше денег вернутся, должники, тем лучше показатели будут у каждого конкретного дома в подъезда. Должники сейчас активнее будут погашать долги, потому что... 24 тысячи должников, как вы сказали. Это долгосрочных всего 64 тысячи. Так, еще раз поясните, за что прощаются долги. Это квартплата... Нет, 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 прощаются только штрафные санкции. Я понимаю, да, штрафные санкции за квартплату и за отопление. Ну, все, что есть в этом счете, все пени. Ведь есть еще у людей газ, электричество. Нет, 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 мы не говорим... Поэтому надо вот четко... Ни газ, ни электричество, ни лад, телеком, ни интернет, ни мобильная связь, речи об этом не идет. Это касается только жильцов, которые живут в домах обслуживаемых Ригас, Нам и Парволнек, то есть частные дома управления, кооперативы, это, к сожалению, это не наше предприятие, там ничего не можем регулировать. И сейчас обсуждается подобный же вариант для жильцов, которые живут в домах, обслуживаемых Ригас, Пилосвятбов, Нейкс. Это тоже наше городское хозяйство. Там тоже есть должники? Да, конечно, естественно. Там же, ну, очень многие люди получали по квартире, ну, как по социальным программам, естественно, не всегда у них есть возможность вовремя все оплачивать. Пока вот по Нам и Парволнек, с 1 июля по 1 декабря, по 31 декабря 6 месяцев возможность прийти, заключить соглашение. Это немалый срок. Плюс еще одно нововведение, которое касается работы домоуправления. Объединив 15 домоуправлений, стало понятно, что не проведя ревизию договоров, которые заключались между жильцами, между домами и домоуправлением, очень разная была и остается штрафная, ставка штрафных этих санкций. У нас есть до сих пор договоры, где эта ставка составляет полпроцента в день, ну, извините меня, 180 процентов в год. То есть, это так, это СМС-кредит, по сути. Естественно, это тоже не в интересах домоуправления, и Риги таким образом зарабатывают деньги, поэтому всем сейчас жильцам будет предлагаться возможность, естественно, напоминаться о том, что это возможность есть, чтобы они перезаключили договор, и всем будет введена единая штрафная ставка 0,1. То есть, это ставка, которая, с одной стороны, можно говорить о социальной ответственности, с другой стороны, это все-таки мотивация для людей, чтобы они старались, ну, оплатить. Ну, и об этой ставке можно будет говорить с 1 января 2013 года. Нет, это с 1 июля можно перезаключать договор уже, все, идти и перезаключать. Ну, учитывая ту амнистию на штрафные санкции, которые есть, действие этого штрафа будет начинаться со следующего года. Нет, подожди, но сейчас должны 64 тысячи, всего клиентов 180 тысяч. То есть, если у кого-то где-то с 1 июля, им надо перезаключить договор, вдруг появляется долг, потом долг гасится, то на этот долг начисляться будет только 0,1%. То есть, все вот эти штрафные санкции, которые были раньше, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, в зависимости от участков, они отменяются. Ясно. Уважаемые слушатели, если вы посетители интернета, также заходите на сайт MixNews.lv, кликайте окошко прямого эфира, здесь появится видеочат, в котором можно написать вопросы мэра Риги, и эти вопросы мы будем здесь задавать, они, собственно, уже поступают. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9, прочитаю или принимаем звонок, раз уж наушники надели, так. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. У меня два вопроса к мэру. У меня, в принципе, нет проблем с этими пенями, да, я плачу за квартиру, но вот, просто такой пример, да, вот, вообще пени, с чего пени идут, например, вот, я тоже вот такой вот пример, да, я думаю, что будет справедливый. В подъезде у нас козырек сломался, да, нам долго его делали, не вовремя козырек сделали. Что, эта фирма, которая сделает, она что, мне пени заплатит, что она не вовремя сделала его, когда очередь подошла? Знаете, к чему я клоню, да, что человек должен сразу как бы штраф платить, если он... Понятно. Ну, вопрос конечно, абсолютно, да. То есть, кто-то платит за квартиру, кто-то нет, и возникает проблема с тем, что в подъезде не ремонтируется козырек, там не вставляется окно, если оно разбито и так далее, и так далее. Естественно. Со ссылкой на наличие долга. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы люди активнее расплачивались долгами и, наоборот, прощая вот эти пени, когда заключается соглашение о том, что человек берет обязательно в течение 24 месяцев долг оплатить, у дома появляется, соответственно, больше свободных средств. Плюс, ну, давайте еще вспомним, каким образом у нас каждую зиму подключается отопление. Вот пример из прошлого сезона, когда предприятие Рига с новым парвалом, учитывая, что это теперь большое объединенное предприятие, у них больше возможностей, пришлось брать овертрафт в 5 миллионов латов для того, чтобы перекрыть все долги, которые скопились за отопление. Иначе бы в значительной части рижских домов, многоэтажках, по всем микрорайонам, а не в каких-то отдельных случаях, не было бы подключено отопление. Поэтому, чем активнее мы будем стимулировать людей таким сейчас положительным примером расплатиться с долгами, тем меньше будет проблем как с подключением отопления, так и с ремонтными работами. Да, СМС-ки тоже можно присылать, забыл об этом напомнить. Слушателям на номер 144 надо отправить сообщение, начинающееся с цифр 939. Затем должен следовать пробел, быть написан текст. 10 сантиметров стоит каждая СМС-ка. Телефон на прямом эфире у нас неизменный. 6, 7, 2, 12, 93, 9, 6, 7, 2, 13, 93, 9. Да, и у нас эта программа обычно не политическая. Поэтому вот вопросов здесь их достаточно много. Хотите политические вопросы? Ну, знаете, политические. Как вы прокомментируете требования нацблока предъявить извинения и негодования министру культуры? Можно ли как-то, наконец, занести до публичного пространства мысль, что личное мнение отдельных депутатов и официальная позиция государства не одно и то же, и они, своим мнением, могут идти отдыхать? А, это про буклет, да? Ну, по всей видимости. Ну, давайте сначала по этой истории пройдемся. В 2014 году Рига будет культурной столицей Европы. И уже в 2009 году был издан буклет, который мы в Тришской доме имеем очень непосредственное отношение, его издавали. Тем не менее, заказчик услуги... Вот, его содержание определяет группа художников, которые отвечают за весь этот процесс. И они, описывая Ригу, вопрос, какая Рига есть. Ну, реалии в том, что есть кварталы Югинстиля, есть Старый город, есть Межопарк, есть Пардалговый. И в Пардалговой, в том числе, проходит 9 мая. Действительно проходит? Действительно проходит. Да, действительно приходят 150-200 тысяч человек. Это одно из самых массовых, если не самое массовое мероприятие в Риге в течение года. И было бы странно его не упомянуть, и здесь, поверьте мне, я не просил никого в этот буклет это поставить. Это поставили люди, они сделали качественное описание, скажем так, всестороннее к такой Риге, какая она есть. Это раз. Второе, это не путеводитель. И в путеводитель, я считаю, было бы абсолютно неправильно включать 9 мая. Я скажу вам почему, это мое личное мнение, но люди, которые приходят отметить День Победы к памятнику Освободителям, ну, это же не шоу туда, никому не хочется видеть там туристов. Не потому, что мы не любим туристов. Замечательно, люди приезжают из разных стран отдыхать, тратить деньги. 9 мая, сомневаюсь, кто-то хотел бы и понял бы наличие там туристов. Ну, туда не нужно никого приглашать. Это наш праздник. Свой собственный, семейный. Это два. Третье, по поводу заявлений всех из министерств и так далее, этот буклет был издан в 2009 году. Его читали все. Я надеюсь, его читали, потому что это ключевой один из буклетов в самом важном событии 2014 года. Но его должны были читать министр культуры Эллерт со всеми своими этими. Должны были читать работники нынешнего, скажем, бюро нынешнего министра. То есть, или они читали, не обратили внимания, а сейчас по каким-то причинам подняли шум, или просто они считали, что свидетельство о том, каким образом они вообще по шкале приоритетов относятся к тому, что столица Латвии будет культурной столицей Европы в 2014 году. Ну а те высказывания, которые госпожа Яунзамгренда сделала относительно самого празднования и наличия упоминания об этом праздновании в буклете, вы как оцениваете? Ну, Жанна-то сейчас не самые простые времена, но таким образом она попыталась как-то, скажем так, перевести внимание от других проблем, с которыми она столкнулась. Это если говорить про Министерство культуры, а если говорить про другие заявления, там, извиниться, уволить, еще чего-то, ну, слушайте, я надеюсь, что представители национального объединения, что представители единства все-таки хоть как-то владеют государственным языком, что они прочитают написанный на латышском языке буклет и попытаются внятно каким-то образом сформулировать, что же им не нравится. Пока кроме глупости и крика ничего я от них не слышал. Послушаем тогда вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Я думаю, звонящий вам задавал вопрос такого характера, что если Рижская дума накладывает штрафы, то я, как заказчик услуги и не вовремя выполнения работы, тоже, наверное, должен иметь право наложить на Рижскую думу штраф, да, и там простить пение иногда. А еще у меня вопрос к вам такой. Вот экономисты Центра Согласия говорят о том, что меньше налоги, тем больше будет поступления от налогов в бюджет. Ожидается ли вы в связи с этим повышение бюджета, пополнение, увеличение бюджета Риги из-за того, что снизили подоходный налог к населению? Спасибо. Если говорить о том, каким образом сейчас предлагают снижать налоги, то здесь есть два вопроса. Первый, ну то, что непосредственно вы сказали, нет никакого того, что на один процентный пункт снизят подоходный налог, никаких из дополнительных поступлений в городской бюджет мы не ожидаем. Наоборот, мы будем требовать перераспределения доли, которые получает Рижская дума и все другие самоуправления, потому что для нас это будет непосредственно потери бюджетные, но все самоуправления настроены сейчас, насколько я знаю, жестко и будут добиваться и добьются этого перераспределения. В целом, если мы говорим о снижении налогов, естественно, это правильно. Естественно, снижать любые ставки налогов, это похвально. Вопрос, каким образом это делать? Возьмем, предположим, ставку подоходного, извините меня, ставку НДС. Ее снижают на один пункт. Вот кто реально почувствует пользу от этого снижения на один пункт? Государство в целом объясняет правительство. Я тут уже недавно выступал как правительство. А, вы на риторические вопросы теперь отвечаете? Нет, ну, знаете, вы скажите, обращайтесь к слушателям. Вот я выступаю от имени слушателей. В данном случае, к сожалению, мне приходится выступать еще и со стороны правительства, потому что представителей правительства здесь нет. Ну вот, правительство нам объясняет, что, во-первых, это шаг первый, во-вторых, он позволит обуздать инфляцию. Ну вот, снижение ставки на один процентный пункт. Это значит, что тот товар, который стоил ЛАД-22, будет стоить ЛАД-21. То есть, что 2,44 будет стоить 2,42. То есть, это будет снижение минимальное на дешевые продукты, то есть, то, что является основной частью потребительской корзины людей с невысокими доходами. Причем это будет снижение очень кратковременно, потому что уже через месяц-полтора-два торговые сети скажут, что у нас там изменились на мировых рынках тенденции на гречку и на подсолнечное масло, и вернутся обратно на ЛАД-22 и на 244, и все. То есть, эти деньги заработают торговые сети, эти деньги получат импортеры, простой человек этого не увидит. Да, человек, который покупает машину новую, которая стоит 30 тысяч латов, да, естественно, этот процентный пункт составит уже ощутимую сумму, и там видно это все. То есть, там уже будет сложнее манипулировать, как с ценами на, предположим, продукты питания, которые там колеблется от месяца к месяцу. Почему в этой ситуации, если есть возможности финансовые, бюджет государственного потеряет 40 миллионов латов от того, чтобы снизить ставку на НДС, от несобранных налогов? Почему не снизить, предположим, только одну ставку, скажем, на коммунальные услуги до 15% или до 10%? Это одна из самых главных проблем, это почувствуют люди, которые нуждаются сейчас, и у которых непросто с деньгами. Тогда это весь какая-то прикладная польза. Более того, мы говорим про 40 миллионов латов, в прошлом году все кричали, как подорванные, кризис, 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 никогда, ни в коем случае нельзя сейчас индексировать пенсии, потому что нет денег. На индексацию пенсии вот именно эти 40 миллионов латов были и нужны. Вот сумма совпадает даже. Если мы говорим о снижении подоходного налога, его ставки тоже на один пункт. То это вообще история, которая связана с функционированием самоуправления. Самоуправления будут отбиваться и будут требовать, чтобы государство перераспределило. То есть заплатят, скорее всего, государство, а не самоуправление, по крайней мере, мы на это надеемся. Но для простого человека. У нас была только что опубликована статистика, примерно 40% населения, если не ошибаюсь, получают заплаты 200 латов и ниже. Насколько они почувствуют снижение подоходного налога на один пункт? Практически не заметят. Люди, которые получают зарплату 1000 латов и больше, для них это уже будет существеннее. Почему, если есть возможность, предположим, государство считает финансовое, снизить ставку подоходного налога, почему бы и нельзя было бы снизить, скажем, для людей с зарплатами 200-300 латов и ввести им ставку 15%? Тогда было бы ощутимое изменение дохода для людей, которые нуждаются больше всего в этом. Ну, этот вопрос, опять же, его следует обсуждать с представителями правительства, их в этой студии нет. И что касается там альтернативных предложений, то мы о них достаточно подробно говорили в других наших эфирах. В частности, ваш на партии Заринч нам рассказывал о идеях Центра Согласия в этой связи, а представители правительства их критиковали. Так, я вот не понимаю, почему 9 мая включили в Ночь музеев, а, включили в буклет, видимо, а Ночь музеев не включили. С какой стати культурная столица имеет отношение с сугубо личным мероприятием 9 мая, если 9 не для туристов, это же буклет, это же буклет для туристов. Я тоже не понимаю. Это не путеводитель. Это буклет, который просто описывает Ригу такой, какой она есть, который не ставил перед собой никогда задачи календарно, хронологически и фактологически детально отразить все мероприятия, которые проходят в Риге. Ночь музеев, лига, праздник города. Огромное количество мероприятий, которых в этом буклете нет, они не указаны, потому что это, ну, как картина. То есть, у нас такой город, у нас такая Пардагла, у нас такой старый город, у нас такой Юнистиль. И Пардагла, да, для огромного количества рижан ассоциируется в том числе и с памятником, где Таниров в год собирается и приходит туда сотни тысяч. Продолжаем с микс-ньюза, с видеочата брать вопросы и комментарии. Рижская дума должна выступить с правовой инициативой о разделении законодательных актов от правительства Латвии как свободный город от хуторского мышления. Ну да. Ну, видимо, кстати, это может подпадать этот вопрос под закон о столице. Закон о столице не будет принят еще много лет, поэтому будем жить в том правовом поле, которое... Почему? Какие проблемы? Ну, потому что другие самоуправления не будут заинтересованы в этом. Ну, по-хорошему, да, они будут заинтересованы, потому что Рига, как же у нас все говорят, вот Рига, Рига высасывается в Латвию и так далее. Тоб что, Герт Рунгенес назвал Латвию одним большим городом. То есть Латвия – это страна-город. Ну, понятно, что... Ну, ладно, комментарии Рунгенес и вот они такие, там еще не всегда понятно, в какой корреляции они с полнолунием, да? Ну, по сути, по сути, сейчас безотносительно, но Латвия действительно страна-город, нет? Все то, что происходит в Латвии, так или иначе связано с Ригой. Ну, в первую очередь. Здесь живет и работает подавляющее большинство две трети жителей. Ну, а Рига дает фонд, выравниваем, больше 50 миллионов лата в год. 50 миллионов лата в год мы отдаем каждый раз другим самоуправлениям, финансовых поддерживаемых. Плюс в Риге работает 450 тысяч человек, из которых только 250 тысяч задекларировано в Риге, и, соответственно, в Риге платят налоги. Все остальные налоги уходят другие на самоуправление. Если я не ошибаюсь, то половина доходов Юрмала от подоходного налога – это за счет того, что люди заработали в Риге. Ну, такой венспус, богатый венспус, каждый год перечисляем около трех миллионов латов. Вопрос принимаемый от слушателей. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Анти. И вопрос у меня такой по поводу стоянок. Каким образом даются лицензии на них? То есть, понятное дело, в городе это, наверное, платные стоянки устраиваются, чтобы освободить машины побольше, да? А вот есть такая ситуация, есть стадион Даугова. Да. Вроде бы не школы, не детский сад, но тоже спортивные учреждения ходят, дети, хоккеисты. И вот Европарк забрало территорию огромную. Ну, Европарк размещает свои парковки только на частных участках земли. То есть, этот участок, он принадлежит частному владельцу, который решил сдать его в аренду Европарку. То есть, это не муниципальная земля? Ну, понятно. То есть, Рыжская дома тут совсем никак не может как... Ну, как владелец земли, да? То есть, он с этой землей вправе поступать так, как он сочтет нужным. Он может на ней в рамках плана города провести застройку, или может просто открыть парковку. У нас таких парковок, именно Европарка, ну, полный город. И это все на частной земле находится. Но, если говорить о школах, о детских садах и о тех спортивных детско-юношеских учреждениях, то Рыжская дума не рассматривает... Если она является оператором вот этого конкретного объекта, как в случае детского садика, ну, собственником, да, по сути, школы, не может ли Рыжская дума предоставить возможность родителям, привозящим детей, альтернативной, бесплатной, на время, на короткой парковке? — Там на полчаса, как вот есть, кстати, возле Рыжской думы парковка на полчаса. Правда, ее обычно таксисты оккупируют, но это уже другой вопрос. — Это, понимаете, не жалко. И вот никто же не против того, чтобы такая возможность была, потому что все такие плохие. А вы место покажите пальцем. У нас ни одной школы, особенно места нет у детских садов. У нас же как? Ну, город такого размера, какой он есть. В центре города, хочешь, не хочешь, ну, парковку можно на полчаса, на два часа, на три минуты у любой центральной школы только открывать на крыше этой школы. Больше места нет. — Так, вот здесь посетитель чата говорит о том, что не справится за два года с выплатой долга и просит рассмотреть возможность погасить коммунальный долг за пять лет. Правда, сообщает, что последний год он начал, точнее, последний год платит и гасит задолженность по мере возможности. Вот есть какой-то возможный или какой-то индивидуальный подход? — Два года — это очень большой срок. Два года — большой. Я понимаю, что пять — это лучше, чем два года, да? Ну, 24 месяца — это, учитывая, что если у нас получается для длинных должников сумма долга, ну, средняя полторы тысячи латов, из которых 50% получается, 40% — это штрафные санкции. Но получается, если долг 750 латов сам, ну, это 33 лата в месяц примерно. Я понимаю, что разная бывает ситуация, да, но дальше уже тогда эти долг будут очень долго отдавать, если вообще отдадут. — Еще вопрос, дождемся ли мы в этом сезоне раздачи рижанам железных педальных коней? — Интересный вопрос. А вы его переведете? — Я полагаю, что этот вопрос, он тянется с прошлых эфиров, где этот же автор выступил с идеей раздачи рижанам бесплатных велосипедов или недорогих велосипедов муниципальной собственности, дабы они ездили по дорогам и тем самым разгружали город от пробок. Вот он сам задал тогда этот вопрос, сейчас проводит эту идею, выступил, сейчас этот вопрос задал. — Я думаю, что когда-то, может быть, мы и доживем до того, что мы сможем рижанам дарить велосипеду, но пока придется воздержаться. — Пожалуйста, ваш вопрос. — Здравствуйте. Такой вопрос. Если я сейчас оплачиваю долг, да, у меня с домоуправлением рассчитан там на несколько месяцев, я его постепенно гашу, но вместе с пениями. То есть сейчас, получается, мне надо по новой тогда перезаключать договоры. — Да, в этой ситуации вам лучше идти в домоуправление, чтобы договориться о новом договоре, о новом соглашении. — Все, спасибо, спасибо. — Спасибо. — Так, у нас уже время завершать эфир. Чат зажил своей жизнью, вот тут идея эта обсуждается, живет и побеждает. Последний вопрос принимаем. Здравствуйте. — Алло, добрый день. Господин мэр, ответьте вот на такой вопрос. Дом по адресу Гертуда, 62. Если вам нетрудно, запишите, пожалуйста, да. Год постройки 1895-й. Дом старинный, с особенной архитектурой, ну и так далее. В данный момент проводится реконструкция дома. Настраиваются дополнительные этажи, там планируют установки лифта к подъездам. Ну, как бы осовременнее, да, хотя разрешения на данные изменения были предоставлены людям, ну, этой фирме 13 лет назад. В связи с тем, что в то время за деньги можно было, как я считаю, получить любые разрешения, не могли бы вы сейчас проверить легитимность и правильность выдачи данного разрешения. Для того, что можно ли технически и эстетически делать такие данные работы с данным домом. — То есть этажи настраивают, да, вы еще говорите? — Ну, да, там нужно, я не считаю, там просто так есть, что там дом пятиэтажный, да, хотят сделать шестой, там, седьмой, поднять крышу, сделать лифты. Может быть, это, конечно, я не говорю, что это не край, это неплохо, да, просто мне надо выдержать ли дом, ну, дополнительно такой нагрузки в этом плане. — Спасибо большое, что мы проверим. — Завершаем эфир, спасибо вам, господин мэр, за этот разговор, всем всего доброго и пока. — Спасибо. — Спасибо.